Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь на земле, и за то, что в сегодняшний день Он сохранил в нашем сердце желание, чтобы идти и слушать Слово Господне. Когда-то, я вспоминая одно свидетельство, я хочу сказать, чтобы мы по-особенному благодарили Бога, что у нас есть желание идти слушать Слово Господне. Когда один из братьев, он впоследствии попал в большие проблемы, попал в заблуждение большое, однажды он спросил у одного из братьев, говорит, ну что ты теперь читаешь из Библии? Ну, говорит, Евангелие. А я уже, говорит, послание, мне уже в Евангелиях делать нечего. Вы знаете, как иногда человеку кажется, что ему нечего делать, ему уже нечего брать. Если бы мы даже от последней буквы, от первой до последней изучили всю Библию на память, то то не значит, что мы все бы знали. Вы, наверное, со мной согласитесь. Одно знать, что написано, другое дело понимать глубоко, что написано. Это же две разные вещи. И поэтому я нисколько не сомневаюсь и хочу предупредить всех, и, наверное, себя в первую очередь. Сколько бы мы не изучали Слово Господне, то если Павел сказал, и хоть я не вежда в Слове, правда, он там сказал не в познании, потому что он знал Господа. Он его прекрасно понимал, и там, где, может быть, он чего-то не знал, то Дух Святой водил его так, что он не нарушал заповедь Божию. То чем более мы, сколько мы будем изучать Слово Господне, оно для нас будет все более глубоким, глубоким и глубоким. То, что слава и благодарение Богу. Поэтому, если кто-то уже решил, что он все знает, и ему больше уже не надо, это, наверное, самая большая ошибка в жизни. Когда мы посчитаем, что знаем, сказать, что ничего не знаем, тоже неправда, но что, что знаем. Но, чтобы знать на все сто процентов, чтобы знать так, как должно, для этого нам очень мало и всей нашей жизни. Поэтому просто Господь пусть нам поможет через то, что мы знаем, исполнять в жизни, чтобы никогда не разрывать контакты с Господом. И это водительство, водительство Духа Святого, оно поможет нам и над нами исполнить одно пророчество или определение, что, идущи этим путем, даже неопытны, что не забудь. Потому что мы будем слышать голос, говорящий сзади. Вот сюда или туда, так или так. И, наверное, вот это самое большое и ценное водительство Духом Святым, которое мы хотим иметь для того, чтобы быть под постоянной защитой, под контролем Господнем. И это возможно, и Господь этого хочет. За что слава Богу и благодарение. Поэтому пусть Господь нам поможет и сегодня вникать в это Слово. Я часто возвращаюсь назад, потому что, когда читаю первый раз, но когда начинаю, как правило, повторять, то что-то открывается более глубокое. Но когда уже есть наброски, тогда уже легче развивать что-то. Когда впервые... Почему сегодня, допустим, проповедникам, когда только что покаюсь, им трудно проповедовать? Я не говорю свидетельствовать о том, что Бог с ними сделал. Это одна сторона. А вот проповедовать запаса нет. Нету запаса. Потому что Дух Святой, если это пророк, я просто скажу, старые прописные истины, которые вы знаете, то он берет напрямую с неба. И Господь говорит через него то, что хотел сказать. А проповедникам Дух Святой пользуется только тем, что он знает и что положено в его сердце. Потому что я часто говорю, что моя Библия, это та Библия, та ее часть, которую я могу процитировать, поднявшись среди ночи. Которую в любое время я помню. А то, что написано в Библии, это не мое, если я его не помню, я просто им не пользуюсь. Вот почему нам сегодня так важно, особенно тем, кто проповедует Слово Божие, знать Писание. И в первую очередь, хотя бы знать, как написано. Это нам можно сравнивать тексты, можно делать анализ, можно оперировать чем-то. Ну и выходить на тот уровень знаний и проповеди, чтобы доступным языком, простым языком, ну, донести Слово Божие до народа Господня. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. У меня есть одна записочка здесь или вопрос. Я с этого начну, потому что одна из мыслей, которую я хотел сегодня сказать. Может быть, в некоторой мере, это будет помощь от этого вопроса. Вопрос такой. Что такое дела и учения Николаитов? Вы помните, что Господь предупреждал в Откровении Иоанна об опасности этого учения. И для того, чтобы этот вопрос рассмотреть, можно его по-разному рассматривать. Но если мы хотим знать на словании Писания, что это значит, то мы должны в самом Писании найти ответы на эти вопросы. Я просто такую важную мысль сегодня напоминаю. Когда мы говорим на словании Писания, то мы должны знать, что если у Писания, у Библии, когда мы читаем, возникают какие-то вопросы, то в том же Писании мы должны найти на них ответы. Если мы найдем просто, поймем, но не найдем мест Писания, то если даже это будет правильно, то мы все равно не сможем сказать, что это на словании Писания. На словании Писания. Покажем место, где об этом написано. Вот такая наша Библия. Что на все вопросы? Конечно, есть вопросы любопытства. Но пусть можно задать вопрос, а сколько таких миров во Вселенной, как наша Солнечная система? Конечно, Библия не дает ответы. Или сколько звезд вообще на небе? Или размеры Вселенной? Конечно, Библия на эти вопросы не отвечает. Наверное, мы и не уместили бы все. Но то, что касается нашего спасения, то, что касается вечности, то, что нам полезно, Библия на эти вопросы отвечает. Тем более, если дело касается греха. Я когда-то исследовал один вопрос, ну, это просто вот спонтанно пришло на разум, показать, что у Библии есть ответы на все вопросы, но мы иногда просто не находим их, не знавши об этом. Вы знаете, мне приходится заниматься с людьми несвободными, с грехами различного рода. И когда дело коснулось порнографии, вы знаете, что такое. Это голые женщины, голые мужчины, это фотографии, журналы порнографические. Ну, думаю, Господи, ну, а где же в этом Библии написано? Ну, часто вот такие вопросы говорят, а где тут в Библии написано? Вот там однажды читаю и нахожу в Езекииле. Кажется, в Езекииле. И ты увидела, говорит, там на стенах, нарисованных красками, значит, мужчин красивый, и влюбилась в них. Вы помните это местописание? Пожалуйста. И где бы вы не затронули вопросы различного рода, вы найдете ответ. Но просто иногда нам не доходит до разума, что здесь есть ясность. Но есть, несчастье, тогда в то время, может быть, такого названия порнографии не было, но зато сам грех он отображал. И когда говорят где-то, не помню, сколько-то сотый год, я уже точно не помню, когда вулканом Везувием были уничтожены город, кажется, Помпея. Кто историю немножко помнит? Ну, и Геркулонома. То после, когда, значит, ученые стали исследовать вот эти развальды, то все сгоревшие, то оказалось, это был очень развратный город. Там просто на улицах, на стенах были нарисованы действительно, ну, голые люди, по-просто так говоря. И просто, если Бог истребил, то это было нечто похожее на Содом и Гоморру. Когда действительно люди потеряли всякую ориентацию, и Бог уничтожил за это. Поэтому, когда я был отвечать на этот вопрос, то я тоже постараюсь найти в Писании, где об этом учении написано. А написано в Откровении Иоанна. В послании двум церквам. И первой церкви в послании. Это послание Ефесской церкви. И там как раз-то речь и шла именно об этом учении. Я, может быть, еще не читаю. Вторая глава Откровения Иоанна. Прочитаю пятый стишок. Там в этой церкви вроде нормально было, все хорошо, помните? Но было отклонение в том, что ты оставил первую любовь твою. Вот все вроде шло нормально, и не было как бы отступления, но уже мотивы были ничего, вот по привычке. Качалось, то колесо завертелось, и оно крутилось. А когда Бог посмотрел, то вроде снаружи, то вроде все одинаково. А внутри-то я уже вижу, ты работаешь, потому что это работа, а уже любви в твоей работе нет. И Господь и то отметил, сказал, стоп, если не будет остановки, значит, пойдет, все дело на спад. Потому что это не совсем темативы, которые должны были быть. И читаю, значит, с пятого стишка, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвинусь светильник, пусть с места его еще не покаешься. И шестой стих. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Вот уже в то время в Ефетской церкви было ли это в другой церкви, вот эти проявления, или они видели вокруг себя в других церквах написание прямо говорит, что вот эти дела Николаитов Господь ненавидел. Теперь второе место писания, более конкретное и точное, которое говорит о том, что же это за Николаиты были. Или говорят сегодня, но это написание не особо, может быть, на историю, может быть, правда это было. Кто-то там был Николай, который стоял во главе этого учения. Может быть, поэтому. Но Библия обращает внимание не на того, кто стоял во главе, а на саму сущность этого учения. И ангелу пергамской церкви напишет, так, говорит, имеешь осты с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрукся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой антипа. Но имя немного против тебя. Вот смотрите, как все сочетается иногда в церкви. С одной стороны, верность, которая достойна подражания престол сатаны, но умершен верный свидетель антипа, и так далее, и так далее. Не отрукся. И он стал для них, как все равно, печатью этой церкви. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама, которое научил Валааков вести в соблазь сынов Израилев, чтобы они ели и доложертвов любодействовали. Так и у тебя есть держащие учение Николаитов. Вот, пожалуйста, учение Николаитов. Это учение Валаама, по сути дела, что можно есть и доложертвованные, и можно любодействовать. Когда я однажды, это было лет пять назад, мне в руки попало вероучение одного течения христианского, в голове которого, к сожалению, стояли довольно знамительные проповедники, это Уитнес Ли и Вочманни. И вот в них вероучение написано, что плоть и круца собожие не наследуют. Поэтому можно заниматься любодеянием. И там очень просто предупредитель библейской дисциплины, очень легко и просто целуются с сестрами и так далее. Это почему-то плоть и кровь. Я удивился, когда вы делали это вероучение. Но это как раз учение Николаитов. Сначала Господь сказал, Валаам в начало положил, а потом и у тебя есть такие, уже называют не учение Валаама, а учение Николаитов. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы это учение, которое очень любят некоторые, чтобы у нас его не было. Потому что плоть и круца собожие не наследуют. Это правда, но Писание прямо говорит, что вы, говорит, соблюдали свой сосуд святости и чести, а не в страсти покатения, как языческие, не знают, что и Бога. Поэтому вот оно учение Николаитов. Вот вы что-нибудь другое найдете, я больше, во всяком случае, не знаю. И вы помните эту саму историю, вот как раз вот престол сатаны, и как раз вот он навязывает эти вещи все. И почему я это говорю, потому что вы, наверное, со мной соглашитесь, что грех приятен и сладок. Последствия от него написано горкие, но сам он для плоти приятный и сладкий. Вот почему людям так трудно от него отказаться. Был бы он противный, но, наверное, очень легко и просто отказаться было бы. А все дело в том, что для плотского человека грех по плоти, он приятный. Вот почему часто люди и свободы не получают. И Господь часто говорит так, любит грех, любит. Голова понимает, что это грех, так написано. А в чувствах нет свободы, любит. Поэтому пусть Господь поможет нам иметь страх Господень. А Писание говорит о страхе Господнем, что страх Господень, что ненавидеть зло. Не просто игнорировать, не просто быть равнодушным к нему, а ненавидеть зло. Поэтому, когда мы говорим, я хожу в страхе Господнем, то помните, это не страх от того, что погибнешь. Он тоже имеет свою часть. Кто-то боится, что Бог накажет. Это тоже имеет, может, это часть этого страха. Но ядро страха Господня, страх Господень ненавидит зло. Библия прямым чекстом говорит. Поэтому, если ненавидишь зло, то у тебя есть страх Господень. А если любишь, ну то что, то может где-то есть, а где-то и нет. Мы же не можем сегодня говорить. Кто-то однажды из братьев задал вопрос сестра. Ну, как сейчас ты Бога любишь? Говорит, люблю. Ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. И comunicаюсь она любит. Любит. Может быть, любовью несовершенной? Это другой вопрос. Вы помните, мы псалом один поем, что моя любовь перед твоей как лучшина тусклая ночная пересветила дня. Помните этот псалом? Ну, сказать, что совсем не люблю, то не скажешь. А сказать, что люблю в полном смысле словом, ну, наверное, где-то не получается. Мне все так, как хочется. Потому наша любовь Это несовершенно, но кричать и махать руками и ногами, что, мол, ты обманываешь, что Бога любишь, ну, тоже, наверное, не надо. Несовершенная любовь, да, что-то недостроено в сердце, тоже да, и никто не может сказать, что уже совершенно, и Павел об этом не говорил. Пусть Господь нам поможет иметь это трезвое понимание в этих всех вопросах. Но я буду продолжать разбор послания к филиппийцам, мы уже довольно много прошли, вторую главу проходим. Вы помните, что в прошлый раз я говорил о том, насколько был внимателен Павел к своим сотрудникам, помните? Что учитывал все, и прямым текстом, не боясь, что кого-то обидит, он говорил то, что есть. Помните, он сказал, вот Тимофей, у него же было много сотрудников, но равного ему по усердию вот нету. Вот все ищут своего, а не того, что угодно Богу. Ну, наверное, Павел тоже видел что-то, а он говорит, вы знаете его верность, как он служил мне. И вот это служил мне, это было и служение Богу. Потому что я уже который раз хочу повторить и напомнить, что мы, так сказать, ну, не единицы, которые нет, кого не зависят. Церковь одна, а состоит из многих членов. И все эти члены делают одно дело. Вся беда в том, наверное, что мы иногда мешаем друг другу делать дело, это уже другой вопрос. Но призваны мы к тому, чтобы все вместе делать одно дело. Даже Иисус Христос, когда приходил на землю, перед Ним был послан Иоанн, чтобы приготовить путь Господу, помните? И вот так было с апостолами. Апостол Павел шел, а перед собой посылал человека. Чтобы когда он придет, ему не надо было искать, где жить, не надо было искать. Шли перед Ним, иди приготовь мне место, помните? Это было нормально. Вы помните, я вчера, не вчера, а в прошлом разборе высказал такую мысль, что Павел мог бы и сам это делать, он нашел бы себе место. Но он потерял бы время. А любой другой, тот же самый Марк, которым он ходил, или даже Тимофей, они на уровне Павла духовной работы не сделали бы. Поэтому одни делали одно, другие делали другое. А когда Господь будет давать награды, будет давать заработную плату, то, наверное, правильно подели все на всех. Потому что кто-то участвовал. Может быть, участвовал один раз. Вот строили молитвенный дом. Может быть, кого-то уже в живых нету. А здесь собираются люди, и на его счет пишется. Потому что его труд уложен здесь. Его вложены деньги. Хотя, может быть, и уже давно. Уже, наверное, и забыли, как строили. Но это делали чьи-то руки. А сегодня мы этим пользуемся. И не может быть такого, что на какой-то что-то записывается, а на счет кого-то уже перестало писаться. Довольно сложно. Наверное, мы еще и не можем понять. И не можем говорить ни о наградах, ни о заработной плате, потому что мне кажется, что то я делаю, все. А там кто-то молился, может, целую ночь. А я думаю, что я. Я уже не знаю, кому будет награда. Мне или кому. Но я вообще об этом не думаю. Обычно, когда человек много думает о награде, то очень скоро падает от гордости. Потому что всегда кажется много. Я уже предпочитаю не думать. И так хватает, о чем думать. Я знаю, что Бог никогда не ошибется. И моего никому не отдаст. И кто что-то работает, то мне не припишет. Поэтому здесь у нас нет проблемы. Сегодня, наверное, самая главная проблема у каждого из нас. Более высоко, наверное, редко кто думает. Мы хотим просто спастись и исполнить волю Божьей. Вот и все. А там уже Господь будет разбираться прекрасно. Мы все равно там не сможем разобраться. Кто в чем участвовал. Кто мешал. А кто делал доброе. Вы знаете, мы иногда... Когда-то помню... Было освящение молитвенного дома в одной церкви. Ну и кто-то высказал, а после повторяли. Когда благодарили начальствующих за их помощь. Потому что они не мешали. Брат, как тебе помочь? Самая большая помощь, чтобы ты мне не мешал. Это самая большая твоя помощь будет. Потому что помогать тоже надо уметь. Иногда наша помощь, она... Ну не помощью, оказывается. А совсем не тем, чем надо. Поэтому вот просто с этой точки зрения я хотел бы, чтобы мы правильно все расчислили. И посмотрели. И я обращал внимание вот на эти вещи все. Вы помните, я говорил о том, когда следовал по текстам Писания, что Павел с одной стороны говорил, когда я узнаю, что со мной будет, то я говорю, тогда пошлю кого-нибудь. А во всех, я уверенно знаю, твердо знаю, что я еще к вам приду. Вот две, кажется, ну, следующее, друг за другом несовместимые вещи. То, что я к вам еще приду. Почему он твердо уверенно говорил? Он знал от Господа, что еще не время его перехода. И он будет там. А вот как к ним поступят в это время, он не знал. Поэтому говорит, и знаю, и не знаю. Вот когда узнаю, что со мной будет, пошлю. Ну я и сам, говорит, приду к вам. Я твердо знаю, что приду, потому что мне еще не время перехода. И потому, когда Павел действительно уже был готов к отшествию, исполнил свой труд, ну, тут, думаю, спокойно голову на плаху положил. Сегодня мне трудно представить, как бы я положил бы. Наверное, и вам трудно сегодня. Ну, когда он был так вот уверенный, понимал, имел с Господом близкое общение, был в раю, видел все, ну, что он прекрасно понимал. И он не лицемировал, когда говорил, имею желание разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Но вот оставаться во плоти нужнее для вас. Потому что я верно знаю, что еще остаюсь. Он эти вещи вообще знал. Я просто хотел бы, чтобы в течение нашей жизни вот эта мысль как-то легла на мое сердце, чтобы мы готовились к переходу. Все-таки это очень серьезно. Вы знаете, вот эти последние дни перехода, они венчают всю нашу жизнь. И как тяжело видеть, когда многие в сомнениях, в отчаянии встречают это время. Вот почему так случилось? Я не думаю, что Господь хотел, чтобы так было. Ну, вот что-то было в течение жизни не сделано так, как надо. Где-то что-то недосмотрено было. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни я и вы, если будет приходить это время, могли спокойно и свободно быть готовыми к переходу. Как это будет? Ну, никто же из нас не знает. Если кому-то где-то Бог что-то открыл, может, частично известно, а вообще-то мы не знаем, как мы будем переходить. Поэтому очень важно быть готовыми. Потому что все-таки, как бы мы ни говорили, временная жизнь, а там вечность. А там вечность. И представьте себе ее, почирайте вечность. И хотелось бы, чтобы со всякой ответственностью, очень глубоко готовились к этому. И я понимаю, что вот под отходом будет свободно и легко все. Приходят, уходят спокойно. Иногда видишь, за ними приходят спокойно, махло рукой и ушел. В жизни не всегда так бывает, даже с большими людьми. А я просто чуть-чуть напомню про языки. Помните? Библия о нем говорит. Бога боязнен, этих идолов уничтожал, нечистоты разрушал. Бог ему помогал. А когда пришло время умирать, вы помните, когда Бог ему сказал, все, языки, сделают завещание для Дома Твое. Ты умрешь и больше не выздоровеешь. Не сказал, аллилуйя, слава Богу, наконец. Все, отвернулся к стене и запакал. Господи, а что ж ты отнимаешь у меня жизнь? Вспомни, что я с преданным тебе сердцем ходил перед лицом по им, а теперь ты отрезаешь, подумал, что ты основываешь жизнь мою. И он дальше говорит. Я, говорит, тосковал, как голубь, как журавль издавал звуки. Честно мне, Господи. Ну что ж. Господь ответил на эту молитву, на этот плач. Но пользы это ему не пронесло. Вы помните, что было дальше. Я не хочу об этом говорить. Гордость Бог обнаружил. Так написано. Возгордело сердце его. А вот на момент перехода все было нормально. И места не было. А там подошел лукавый, пожалуйста. И все. И сыновья твои будут ел, и дворцы царя Вавилонского. И город будет разрушен. И все. Ну, а в одни твои не сделай. Ну, Господи, ну слава тебе за это. Что хоть в одни мои не сделаешь. А уже глядел на своих детей, наверное, и плакал ни разу. Зачем мне это было? Зачем мне это было? Но довольно серьезные вопросы жизнь ставит. И дальше апостол Павел говорит, характеристику дает своим сработникам и сотрудник, и посланник ваш, и служитель в нужде моей. И учит апостол Павел, как все-таки надо внимательно относиться к людям. Увидел, что скорбит очень сильно его сотрудник, потому что филиппийцы его послали с Павлом, потом узнали, что он больной, сильно был при смерти. И когда до него дошло, что церковь узнала его болезни, тоже переживала сильно, ему очень захотелось быть там. Учешешь, что я живой. Павел говорит, иди, сходи, и учешь церковь, и сам учешься, и придешь, принесешь мне известие о том, как они там живут. Почему я это говорю? Не все руководители, вот к уровню, как Павел, вот понимают эти вещи. Не много я прошел, не хочу сказать, что я много знаю, но насколько видел жестоких людей, когда им ничего не скажешь. И вроде бы ради дела Божьего, вроде бы о деле, а на самом деле очень тяжело бывает. Павел не был таким. Он и сопереживал, и понимал, и знал, как надо учешить. Пусть Господь нас благословит, для того, чтобы мы действительно могли вникнуть во всякое дело. И он говорит, почему я скорее постал его, чтобы вы, увидевшие его снова, возрадовались, и я был менее печален. Он понимал, имел полный набор инструментов, я имею в виду условным языком, чтобы принести радость. Вот он понимал, как можно доставить людям радость. И он этим пользовался всегда. А вы знаете, что Писание говорит, где-то написано, что радость перед Господом подкрепление для вас. Помните это место Писания? Ешьте, пейте сладкое, и так далее, когда там, кажется, стены восстанавливали, храм восстанавливали. Говорит, не плачьте, не печальтесь, потому что радость перед Господом подкрепление для вас. Пусть Господь нам поможет именно вот это подкрепление сеять. Мы не всегда это умеем делать. И когда у Павла была проблема, впрочем, не у Павла была проблема, проблема была у других людей, которые навязывали закон. Помните, там, образание и так далее. Об этом я тоже немножко затрону, когда будем проходить вот это место Писания. И послали Павла к вышестоящим апостолам. Помните, пошли два посланника. Они не знали, как их примут апостолы. Хотя у Бога были уверены, что нормально все. Но вы знаете, нам является помощью и то, когда нас рядом стоящие понимают. Бог понимают. Бог понимает. И братья и сестры понимают. Потому что когда... Бог всегда нас понимает. А вот люди не всегда. И Павел шел, он не знал, что их там встретит. Но когда они шли по пути, вы помните, что говорят, где они апостолов? Они не хныкали. Они говорили, помолитесь за нас. Мы же не знаем, что там будет. Как нас примут апостолы? Они нам говорить будут. Может, они и просили молиться, но они производили радость во всех братьях, где только приходили. Вот представьте себе. С одной стороны, не совсем Боги были уверены, но не совсем знали, как их примут. И вполне возможно, могла быть какая-то тревога. Но это не помешало на то, чтобы кормить те церкви, где они проходили. И не сеть уныние и панику. Неизвестно, что будет с нами дальше. А производили великую радость. Вот это надо уметь делать. Потому что наше состояние духовное, или мы говорим, не совсем это то, что наше настроение, хотим мы или не хотим, оно влияет на тех людей, которые нас окружают. Правда? Вот вы видели, что пастор нос повесил чего-то? И уже утрывога. А интересно, а почему? А что это такое? А что произошло? Вы же не можете быть просто так вот равнодушными, чтобы безрадить? Если безрадить, то плохо. Вы помните, Давиду советовал его военачальники и, ау, когда одержали победу над Весоломом, и помните, он плакал. Он себя неправильно вел. И говорит, что ты делаешь? Он говорит, люди рисковали жизнью, для того, чтобы вернуть себя на трон. Ну, погиб Весолом, погиб, да, погиб. Мы понимаем тебя. И, говорят, люди, которые одержали победу, когда видели, что царь плачет в Весоломе, они ходили, как воры украдкой, чтобы царь их не видел. Ты что с людьми делаешь? И я говорю, а вырежив Господь, если ты до утра не будешь народу поговорить, не переменишь, то, говорит, останешься завтра один. Вот, пожалуйста, настроение. Оно у нас может быть таким, другим, третьим, четвертым, но, и, наверное, мы не избежим, потому что влияние какое-то есть, но оно не должно быть таким, чтобы кто-то рядом с нами впадал в панику. Я не просто привел эти примеры. Я когда-то говорил на эту тему, это было очень давно уже, наверное, затрагивал ее, потому что мы единица. Мы не живем по отдельности. Мы влияем друг на друга. И настроение одного, оно может появляться очень сильно на настроение другого. Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы в нашей жизни быть на должном уровне, и, конечно, чтобы наши, может быть, личные вопросы, они не влияли на общее дело. Вот, где мы часто пересекаемся. Когда личные интересы разрушают дело Божие, то как бы мы сегодня с братом Михаила не относились друг к другу, у нас с ним хорошие отношения. Но на дело Божие оно не должно влиять, даже они плохие очень. Вы меня понимаете? Наши есть наши. Кто-то однажды обижался очень сильно. Не буду говорить все, потому что иногда, когда что-то говоришь, что вырисовываются и имена, личность, я просто буду говорить по старости обчекаметкими фразами. А он говорит, не буду больше трудиться и все. Почему? Ну вот там так и так, так и так, так и так. Он мне вот так вот и сделал, а дело было завязано с церковью. А он говорит, так обожди, да кто тебе сделал, Иисус Христос или Он? А он говорит, Он. А Иисус Христос, что тебе плохого сделал, что ты сказал, не буду? Вы меня поняли? А он, что тебе сделал, что ты сказал, из-за него я не буду? Так можно развалить все. И личность должно быть на должном уровне. Я не оправдываю, что если между нами есть напряженность, то это нормально. Я совсем не об этом говорю. Но оно может быть, но на общее дело оно не должно влиять. Иисус Христос никому из нас, начиная, кто сзади постоянно и кто здесь проповедует. Ничего плохого не сделал. А наши взаимоотношения часто так бывают напряженные или ну не знаю, как еще выразить, что влияют на дело Божие. А дело Божие страдает. Пусть нам Господь поможет, чтобы на всех уровнях у нас был порядок. Но если даже где-то что-то и не так, то общее дело не должно страдать. Потому что мы служим вообще-то с одной стороны друг к другу, а с другой стороны к концу к концу. Кому? Господу нашему и Иисусу Христу. И если мы уже к Нему будем иметь претензии, я уже не буду делать дело, потому что мне там слава не понравится, галстук сегодня не такой я делал. Ну, да, ну, таки, что? Ну, пусть. Но работа он пастором. Что работает? Вот это не должно влиять. Пусть Господь нас благословит, и Павел и вот так тонко и делал, все чувствовал, все. Но тоже бывали напряжения. С Варнавой разделились в разные стороны из-за Марка, правда? Но нигде в Писании не найдете, что где-нибудь Павел написал что-нибудь плохое про Варнаву. А Варнава про Павла. Найдете что-нибудь? Нет. Огорчение произошло. Этот взял себе одного, тот взял с собой Марка, а после Марк ходил вместе с Павлом опять. Но на тот момент Павел сказал, не возьму. Он нас бросил, не пошел, оставил, я больше не пойду. Ну, А Варнава подхватил, но, наверное, не говорил Марку, вот смотри, какой Павел негодяй. Вот я-то никогда не... Вот я хороший, я не такой, как он, я бы так не сделал бы никогда. Никогда, наверное, не сказал так. Сказал, ну что ж, ну ты заработал это. Ты это заработал, поэтому ты принимай, как естественное воздаяние за твой поступок. Но я просто хочу тебе помочь, чтобы... Ну, и ты тоже не касался за бортом. И они делали одну работу. Через одного Бог строго снявил, а через другого поддержал. Но они не враждовали один другим. Не наговаривали клан на клан, как у нас часто может быть, или один на другого. Они просто шли в одном направлении, хотя взгляды на то были разные у них на этот поступок Марка. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы ценили друг друга. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбил о том, что до вас дошел слух о его болезни. Вот смотрите, вот насколько христианин настоящий боится причинить раны другому. Тяжко скорбил о том, что до филиппийцев дошел слух о его болезни. И что через него они потеряли, ну не мир потеряли, наверное, радость часть потеряли, что уже, наверное, не увидим его больше. Тяжко скорбил. Это не просто немножечко ему так неприятно было. Тяжко скорбил о том, что дошел слух о его болезни. И Павел говорит так, и он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня. Он бы нам так жить. Павел понимал, о чем он говорил. Это был его сотрудник. Это был тот, который ему помогал. И вот тут дальше я перепрыгну на 30-й стих. «Ибо он за делу Христова был близок к смерти». Там не просто болезнь была, подвергая опасности жизни, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Вот его болезнь была связана с Павлом. Это была не болезнь, это наверное побили сильно. Вот послушайте, я еще раз прочитаю. 27-й стих. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печать к печали». Почему я скорее читаю 28-й стих. Почему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его, Господи, со всякой радостью, и таких имейте уважение, ибо это не просто гриб подхватил и осложнение было. Хотя вообще-то может быть дед ушел, может и так было. Но Писание было не просто болезнь, она была связана с трудом, она была связана с услугами, которым Павлу оказывал. Вот почему Павел им так дорожил. Мы иногда ничего друг не делаем, и хотим, чтобы нами очень сильно дорожили. Когда что не так, вы знаете, что настолько уже мы, вот оно отношение. Я когда-то напоминал, сегодня напомню еще раз один текст Писания. Или часть проповеди, это будет какой-то фрагмент Писания говорит о наших взаимоотношениях. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Помните это местописание? Не просто ждите, чтобы вас кто-то приобретал, а сами делайте и делайте так, чтобы вас уважали. За что? За ваши отношения. Ведь дело сделанное, оно часто дает власть над человеком, услуга которой оказана. Духовная власть, вы меня понимаете хорошо. Когда вы сделаете человеку доброе, особенно когда оно очень важное, где у него были проблемы, то мы так устроены, мы хотим быть благодарны, если мы хотя бы люди нормальные, я уже не говорю о христианстве, то мы будем благодарны. И в знак благодарности будем готовы в любое время помочь и подставить свои плечи. Вы меня поняли, что я сказал? Не просто подолгу, это духовная власть. И такой человек, которым вы сделали доброе, он готов быть вашим слугой. За то, что вы сделали. Здесь же решила не только о человеческом взаимоотношении, а христианских, о деле, о труде на небе Господне, что Павлу было очень дорого. Вы помните, он говорил, что мне, лучше умереть, нежели бы кто уничтожил мою похвалу. Помните, Павел хорошо понимал, что если он проповедовал и покаялись люди, то уже за его проповедь, или лучше сказать, за ущердие, за физические силы, которые нужно было приложить, чтобы и духовные дары действовали. Ну, правда. Чтобы, допустим, где-то было исцеление, Павлу надо было пройти путь какой-то. Если когда-то его ангел и носил, то, наверное, были редкие мотари, то, что, ехать, плыть, идти, это же надо было прикладывать усилия. Там уже начинал действовать Дух Святой, это было уже не физическое усилие Павла, исцеление и так далее. И Павел и Павел хорошо понимал, что вот за этот труд он получит награду. Но уже похвала будет только тогда от Господа, когда он их не только обратил, но довел до вечности, там они пристали перед Господом. О, пожалуйста, я не только начал, но я и кончил. Он говорил, он хорошо понимал, и помните, послание к Каринфянаму, он говорил так, что трудящийся достоин награды и пропитания, помните? А уже награда или похвала это не что высшее. Если уничтожена похвала ваша, допустим, ваш сын, я повторяю прошлого разбора мыслей, о которой вы очень сильно молились и плакали, и он покаялся, а потом успокоились, он пошатнулся и пошел назад. И уже Бог похвалить вас не за что, потому что его нету. Кто-то уничтожил вашу похвалу. А вот когда вы не только начали, но и кончили, вот тогда результат. И Павел говорит, что в день Христов вы будете моею похвалою, а я буду вашей похвалою. И для меня, говорит, лучше умереть, нежели кто уничтожил мою похвалу. Поэтому Павел очень переживал за своих сотрудников. Он понимал, они ему помогают, но он не отвечает за них. Ибо он за делу Христов был близок к смерти, подвергая опасности жизни. И что он делал? Вот Павел точно не говорит, что он делал. Но ясно одно, вот это его проблема, вот это его болезнь. Избили его, или что там было, не знаю. но дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Бога, коль мы члены тела Христова, есть норма услуг, которую мы должны оказать друг другу. Пожалуйста, восполнить недостаток ваших услуг кому? Мне. и филиппийцы, может они и так глубоко не понимали, как Павел, они просто для помощи от своей церкви выделили человека. Но это был их воспитанник, это был тот представитель от их церкви, а Павел уже когда сегодня говорит на ту тему, он говорит, что он восполняет недостаток ваших услуг, а раз недостаток что значит? Что то, что должны были сделать? И он говорит, как представитель восполняет недостаток ваших услуг мне. В нашем теле тоже так все устроено. Сердце для нормальной работы нашего организма должно перекачать определенное количество крови за сутки, да? Если оно не перекачает, то что будет? Человек погибнет? Есть норма. И когда заболел это сердце, если не часто бьется одна болезнь, если очень сильно, другая говорит, ненормально. Ненормально это все. То же самое печень. То же самое, ну не знаю, я не специалист, не медик, наверное, был бы кто-то медик, он бы более квалифицированно рассказал бы, что должна печень делать, в каком объеме, сколько чего быть должно. И если она не работает, то что? организм заболевать и погибнуть может. Это недостаточная работа. Я помню, когда-то в свое время, может, даже не перескажу, кто-то тоже начал сдавать организм, это чувствуется, и я, помню, стал молиться. Господь говорит, очень четко говорит, у тебя начали сбои в работе эндокринной системы. Я сегодня не понимаю, чем она занимается, но понимаю, что не что она регулирует там где-то. Наверное, какой-то центр такой, который отвечает за много что. сбои начались. Ну, правильно. И однажды эти сбои, и до докончательных сбоев, и тоже, как у всех, наверное, будут петь ни о чем мы тело на покой. Ну, это же с чем свойство, но что-то начинает сдавать. А вот для Павла это живой организм, и он должен был выполнить свою миссию, что ему Бог назначил. Ему нужны были помощники, услуги. И от филиппийской церкви это был как раз постанник. о котором здесь апостол Павел говорит много. Епофродит. Ибо он за делом Христов был близок к смерти. Смотрите. Мог бы подумать, а что-то я не за Христа и за Павла, но все дело было в том, что Павел, что Иван, что Степан, если это дело больше для Христа. И не могут все быть главными. Есть, вы знаете, из мирских наук определенных. Есть ведущие, есть ведомые. Два ведомых не могут работать, и два ведущих тоже скоро рассорятся. Потому что один лидер и другой лидер, а два лидера не могут работать. Но я немножко с юмором сказал, не могут. Но всегда так. Вы знаете, что есть люди, которым скажи, он до смерти будет и сделает. А не скажи, он и пальцем не двинет. Правда? Но есть такие люди. Им надо всегда, чтобы кто-то был впереди, подталкивал их. Не скажи, не делай. Скажи, сделают все. Наверное, даже больше, чем надо сделать. Но сделают то, что надо. Потому что он вот такой. Читаю третью главу. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Вот о чем Павел немножко здесь сказал. Он говорил, что братья, что бы там ни было, вы радуйтесь о Господе. Потому что это не бесцельно, это не бесплодная работа. А для меня я немножко хорошо понимаю вот эту вещь, которую Павел сказал. Писать вам о том же для меня не тягостно. Вот как непросто проповеднику повторать не один раз одно и то же. Я это хорошо понимаю. Допустим, когда я готовлю проповедь, я ее готовлю, ну, не для того, чтобы пошуметь там полчаса. Что-то надо основательно проработать. И я ее говорю не один раз. Потому что в одной церкви я сказал, а в чем мое преимущество перед тем пастором, который дома все время. Он не может говорить одно и то же. я могу. Потому что я говорю в разных церквах. И тем не менее, вот насколько непросто повторяться. Хотя, вообще-то, повториться сто процентов на сто невозможно. Потому что для каждой церкви есть свои нюансы. Так никогда не повторишь. Хребет может быть одинаковым. И насколько все непросто. И когда-то помню, когда было очень давно, я даже немножко помню, какую тему я вел. И как-то ничего не дается. Один раз сказал, два, потом где-то в третьей церкви. И как-то мне и говорить, и ничего другого не дается. И это говорить уже третий раз как-то не совсем. И однажды Господь говорит, а что ты боишься говорить? Это живое елей для людей. Это живое елей для людей. И потому Павел это понимал. Говорит, мне повторяться не тягостно. Он был не моего уровня. Он хорошо понимал, что если Дух ему предлагает, подсказывает, то, наверное, в Барановичах мог бы целую неделю говорить одну и ту же проповедь. Для меня это не тягостно. Потому что я понимаю, что иногда до людей не все доходит сразу. И вы понимаете тоже. Прослушали проповедь? Хорошо. взяли на кассете и что провернули? Оказывается, то много и не поймали. А когда второй раз а вот там-то я слушал, но я не совсем понял. Поэтому про разбор и слово. Вообще-то у нас немножко не совсем точно может задать вопрос остановить. Хотя у нас так получилось, что никто меня не останавливает, не переспрашивает. Но здесь возможно такое. А уже во время проповедии как ты будешь останавливаться. Не будешь останавливаться повторяться, потому что так не делается во всяком случае. Поэтому Павел тоже эту истину хорошо знал. И он сказал, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Вот что было главное для Павла. Если оно назидало, а он духом своим чувствовал, надо повторять или не надо. Вот значит, иногда сразу не поймешь все, сразу не уловишь все. А когда второй раз, третий раз, начинается более проясняться и в голове, и в сердце, и начинаешь понимать, зачем это надо. И Павел говорит, а для вас это назидательно. И второй стих Писание «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Вот берегитесь псов. Я не думаю, наверное, вы со мной будете согласны, что Павел в беду, когда будете идти по улице, берегите собак. Эти псами были люди. И апостол Павел не обзывался, как сегодня мы иногда присваиваем кому-то такие обидные мянушки по-белорусски. Он брал нечто от животных, что часто у людей можно было найти. Но мы часто говорим, сказали слово, она облаяла с ног до головы. Ну, подождите, облаяла, это собаки лают. Она могла накричать много, но мы употребляем язык вот этот и понимаем, ну, как собака лает. Здесь ничего удивительного. Но у нас сегодня стоит вопрос, а в чем заключается, что человек и псом стал? Берегитесь псов, берегите злых делателей, берегитесь всеобразания. Когда мы будем рассматривать вопрос наставания священного писания, то о псах не очень много написано, но все-таки есть. И я, допустим, понимаю, когда Петр давал наставление, он однажды тоже обратил внимание на псов, на одну неприятную вещь, которую псы делают. Вы помните, что он сказал? Пес возвращается на свою блевутину. Ну, а дальше что? А вымытая швинья идет валяться в России. Так и с этими. Помните вот это местописание? Кого Павел называет псами здесь? Людьми, которые однажды извергли то старое, греховное, которое было, и заполнили себя чистым и святым. А потом что-то у них поменялось в голове, и они стали выбрасывать святое, и начали подражать миру, опять возвращаться к прежнему. Там так и написано. И они не только сами возвращаются, они других очень умеют убеждать, что Богу этого не надо. Такая святость Богу не нужна. и как правило обращаются к стандартам этого мира и учат, чтобы люди жили так. Но для начала надо было изблевать то чистое, что они взяли. И Павел говорит, берегитесь таких людей. Хорошо меня понимаете, о чем я сказал. И вот эти люди очень часто имеют авторитет довольно солидный, заработанные в то время, покуда они стояли на должном уровне. И люди их понимают как людей, которые понимают гораздо лучше, и их надо слушать. И идут за ними. Павел говорит, берегитесь таких. Когда мы читали постание к Галатам, вы помните, Павел писал, кажется, к Галатам, думаю, что я не ошибаюсь. Если бы даже мы или ангел с неба пришли и стали проп beetывать вам то, что вы не то, что вы раньше приняли, что я говорю, даже я сам буду говорить сегодня против того, что я вчера говорю, тут не слушайте меня. Не слушайте меня тогда. Если бы даже мы или ангел с неба стали вам проп��고 не то, что вы приняли. Да вот она времени. Я буквально цитирую на память те слова, которые Павел говорил. У него никогда не было, чтобы он когда-то взял истину, потом изверх ее потоптал. И он здесь говорит, от таких людей берегитесь. Это псы. Берегитесь злых делателей. Ну, здесь тоже серьезный вопрос. О злых делателях. Я, допустим, даже сегодня трудно сказать, это сознательная вот такая работа или несознательная. Но есть сознательная и есть несознательная работа. Злые делатели. Но на самом рождественном уровне, в самых рождественных вопросах. Я не раз говорил и рассказывал, что довольно нередко наблюдал такую картину. Потому что что такое тут конфликт? Что-то такое неприятное. Его надо уладить, устранить. И это по воле Божьей. Потому что Бог не любит, чтобы были конфликты. Он не любит, когда есть напроженность. И кажется, сколько раз я такое замечал. От работы таких делателей. Кажется, осталось только обняться и поцеловаться. Встанет, скажет пару слов и начинает все сначала. Все развалил. Крупные специалисты. Я однажды подумал, ну надо же так уметь. Три часа беседовали. Почищали к минимуму. Все, поднялся. Две минуты разговора. Начали все сначала. Это называется злые делатели. Зло делают. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни мы такими не стали. Иногда люди по недоразумению. Иногда люди по непониманию это делают. И думают, что они за истину воюют. А истину как раз и не знают. И делают. И уверены, что правильно делают. Вот что самое страшное. Потому что говорить о тех, кто это сознательно делает, целенаправленно я уже не стану. А вот я обычно обращаю внимание на тех, кто несознательно это делает. Поэтому я хотел бы, чтобы и мы береглись этих злых делателей. Но какие злые делатели? Вы знаете, иногда они просто не знают, что делают. Подошел на ушко. Сказал плохое о другом. И все. И разрушил взаимоотношения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы в вашей жизни таких денег не принимали. Сказали очень просто. Слушай, дорогой, если надо, мне будет знать о нем что-то, то Бог мне скажет. А так я же не знаю, ты правду говоришь. Мне правду. Это же настолько часто бывает непонятно. Настолько все красиво преподнесено. А на самом деле это не то, оказывается. Я не раз говорил. Не буду вспоминать, где это было. Это конкретные люди. Один из братьев узнает, что сестра уже три года на него обиду имеет. Совершенно случайно узнал. Это не в нашем городе. Так что вы себе не приписывайте. И не ищите себя здесь. Это совсем в другом городе было. Так что не подозревайте друг друга вообще. Совсем в другом городе было. Он узнал это случайно. Слушай, сестра. В чем дело? Я-то немножко замечал, что вроде бы что-то. Она говорит. И что спрашиваешь? А ты вот такое-такое сказал? Говорит, ну сказал. А почему тебе не сказали, что я дальше сказал? Я же совсем не это имел в виду. Он просто передал, что кто-то. А потом дальше сказал. Ой, говорит. А я же мне сказали вот это вот и все. И я вот. За что он меня так? Ну, говорит. А что ж ты меня не пришла, не спросила? Ну, сказав на западе. Слушай, что ты там не говорил такое? Вот как часто бывает такое? Поэтому я хотел бы, чтобы вы на эти вещи обращали самое серьезное внимание. Вот кто-то впередал, и передал не так, как было на самом деле. Я помню, однажды тоже сказал так. Один из братьев, его уже тоже нету. Баранович, но уже у Барановича его нету. Подошел ко мне, там что-то. Знал я что-то из прошлого. Он подошел и спрашивает. А меня Бог благословляет. Я думаю, интересно. Да и говорю ему. Тебя Бог благословляет. Потом говорю. А почему же он тебя благословлять не должен? В смысле не может. Раз ты навел порядок и все. Значит, он это схватил, а остальное нет. И до сегодняшнего дня он считает, что я сказал вот так. Я его не убедил. Ни его, ни его жену. Не мог убедить, что я совсем другое имел в виду. Вот насколько все-таки важно не быть людьми с прокурорским сердцем. Вот люди, которые пытаются обвинить, очень легко и просто попадают в эти счеты. А вот которые пытаются оправдать, когда что-то услышали, они очень редко попадают. Они всегда найдут возможность оправдать вот эти слова, которые были сказаны. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Скажи, кто тебе знает, о чем ты речь говоришь? Не сказал ничего толкового. Вот даже сегодня вы меня можете обвинить, что я кому-то из вас говорю конкретно. Хотя я вообще никого не имею в виду. Но если это достало до счастья, если хотите обвинить, вы тут же мне напишите записку, что ты мне говорил. А я говорю не вам совершенно. Я говорю о других людях. Вы меня поняли, о чем я говорил. А почему? А потому что вы не ищете во мне ничего. Но если вы ищете, вот найдете сотню возможностей сегодня обвинить за то, что я сегодня говорю. Потому что у вас есть такое желание. А если будет желание оправдать, то ни за что не зацепить, потому что вы не хотите цепляться. У вас такого намерения нет. А вот злые делатели, сознательно или несознательно, они как раз-то этим занимаются. Как раз этим занимаются. Ну, говорит, у тебя там, ну, как пример, прошу, там на молодежном собрании там были без платков, без головного убора. Ну, в смысле, это самое. Я говорю, слушай, а сколько их было там? Ну, человек 50 не меньше. Я говорю, а 950, ты видел, что были? Ну, нормально. Так почему ты обращаешь внимание на тех, кто не был, а не на тех, кто был? Кто что ищет, тот то и находит. Вы мне сейчас поняли, что я хотел сказать? Зайдите вы в любую церковь. Побудьте на любом собрании, и при желании вы найдете то, что не совсем, может быть, правильно было сделано, не вовремя. Найдете. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы были людьми, которые обращали бы внимание на положительную сторону и отмечали отрицательные. Но не обращали внимание сто процентов на отрицательные, а положительные только чуть-чуть отмечали бы. Переверните все вот это, и будет совсем по-другому. И люди будут другие, и ваши братья и сестры будут другие, и вы будете другие совершенно. Потому что надо поменять мышление, надо поменять свои взгляды. И кто что ищет, тот то и находит. Такая наша жизнь. Поэтому я очень хотел бы, я не сказал вам сегодня, закрывайте глаза на все, что отрицательное. Я этого не сказал. Я сказал, на что надо обращать основное внимание, а что надо отметить для искорения. 90% отдайте положительному, а 10% я не сказал, что не замечайте. Я не за то, чтобы покрывать что-то, что отрицательное. Но если мы будем внимание акцентировать на отрицательном, то никогда у нас ничего доброго не будет. Всегда найдутся люди, всегда найдутся действия в моем служении, в любом служении, что вам не понравится. Вот кому-то не нравится, что я руками махаю, что я громко говорю, что я быстро говорю. Ну, я знаю. Мне такие записки писали. Один из братьев, он уже в вечности, написал мне записку, что брат Николай, ты не смиранный человек, когда ты дышаешь, говорит, на тебе шкура говорит, а не только один. Ну, что, ну, правда, я согласен, правильно. Когда я говорю, на мне шкура говорит еще. Я не могу. Ну, я такой есть, ну, что я сделаю? Я уже стараюсь иногда, ну, что ж, поделаешь. Ну, наверное, кому-то это нравится, потому что говорят, ну, а говорят, слушай, что это за проповедь, как шметану бочит, чтобы не вывернуть. Ну, то, значит, аккуратненько так. Ну, а кому-то нравится другое, ну, мы же не одинаковые вообще. Поэтому, но по-разному могут люди относиться. Ну, мы просто хотим понимать, что мы же не без недостатка. И я не считаю, что это мое преимущество. Я, наверное, мог бы и не кричать так сильно, не глухие тут все. Может быть, и руками не махать. Ну, попробуй перестрой. Да в этом отношении, наверное, перестрой быть, все равно вы меня не перестроите уже. А в этом отношении такое есть. Я не думаю, что это лишает святости или прибавляет ее. Ну, естественно, мы в человеческой плоти такие, какие есть на сегодняшний день. Поэтому просто я хотел бы обратить внимание, чтобы мы немножко по-другому смотрели на вещи. И понимали. Это тоже будет в некоторой мере, может быть, не совсем идет по тексту, о чем мы сегодня рассуждаем. Но я рассуждаю, если я неправильно вижу, неправильно акцентирую внимание, то я же это передаю кому-то, то я делаю разрушительную работу. Вот о чем ведущего они на речь. А я не хочу, чтобы этого было. Не будет клеветников, не будет наушников, если мы их перестанем слушать. А что делать, если клеветят? Не слушайте, не будут клеветать. А если уши раскрыл, конечно, потому что есть кому говорить. Есть на кого опереться. Перестаньте слушать их. Скажите, я не хочу этого слушать. Обидит. Ну, пусть обижается. Но вы же знаете, что Писание говорит, нельзя принимать поношение на ближнего, нельзя клеветать. Так написано. Так написано. Ну, написано же так. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы вот по непониманию не попали в разрад вот этих злых делателей, которые часто делают что-то и не совсем понимают, что делают. Берегитесь образания. Вот это вот одно из предупреждений очень важных. Потому что христианам навязывали обрезание плоти, плотское обрезание. Вообще правильно говорить обрезание и плотское. Ну, правильно. Но я же привык неправильно. И, наверное, и у вас будет урезать уши, если я буду правильно говорить. То пусть же будет неправильно, чтобы только смысл не искажился. Уже где-нибудь там, когда будем на верхнем уровне, уже постараемся. А так уже просто мы привыкли вот такой лексикон наш. Русско-белорусско-польское, там еще какое-то. Но мы так и разговариваем на нем. Поэтому я обращаю внимание, беритесь обрезание. А уже было говорить обрезание. Так привычнее. Речь идет о плотском служении. Потому что Павел сказал, вот когда пришло время благодати, то Бог особое внимание обращает на внутреннее состояние человека. Обрезание Богу мы, служащее Богу духом, и хвалящееся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Вот евреи были обрезаны плотским образованием. Но характер их был никуда не угодный. То есть и можно, Господь, обращать внимание не на плотскую сторону, а на духовную. Что значит служить Богу духом? Если я сегодня радуюсь внутри, и радуюсь наружу, выражая как-то свою радость. У меня духовная радость. Если я внутри плачу, а снаружи делаю вид, что я радуюсь, потому что все радуются, у меня плотское служение, это служение плоти. Мой дух не согласен с плоти моей. Это просто что. Христос говорил и предупреждал, вот наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, как? В духе и в истине. И вот таких поклонников ищет себе Отец. То вот эти люди, они навязывали плотскую сторону, обрезание. А внутреннего человека, их не интересовало состояние. Так вот, когда мы сегодня читаем, беритесь обрезание, беритесь плотского служения Богу наружного. Потому что это не служение. Вот плотское служение, есть другое слово, эквивалент, набожность. Набожный. Вы разницу видите? Духовный и набожный. Снаружи, это человек, который все от и до выполняет. Но внутри, там совсем другое, если бы оно открылось. Это просто набожность. И набожность, это не служение Богу. Вы помните, Павел где-то сказал, там где-то в Афинах, Афиняне, по всему видно, что вы, как бы, по-особенному набожны. Потому что у вас столько Богов много, да еще и поставили жертвами неведомому Богу, которого вы не знаете. Вы набожные люди очень. Сегодня, к сожалению, очень много набожных. Ну, не знаю, в процентном отношении, как это выразить, но, наверное, гораздо меньше тех, которые в духе и в истине служат Богу. Я не говорю, что Бог не обращает внимания на нашу наружность, потому что Бог очень часто обращает внимание, чтобы и снаружи, и внутри. Если внутри хорошо, то снаружи не может быть плохо. А если снаружи, лишь бы что? Да мы ж, наверное, сначала подумали, когда делали что-то, наружные действия, мы даже думали. Это внутри нас родилось, а потом вылезло наружу. Мы не можем сказать, что здесь нет никакой связи. Писание говорит прямо, тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и какое? И внутреннее. И у него стандарты, и на наружное, и на внутреннее есть. Без всякого разговора. И об этом можем заметить, написано об этом. Поэтому Павел здесь говорит, что люди, христиане, берегитесь плотского служения наружного. Вы можете быть очень смиренными с виду, вот такими вот. Вы можете неизвестно, как улыбаться, а Бог смотрит, что внутри. И говорит, и какой же ты лицемер. И какой же ты лицемер все-таки получается. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня береглись вот этого наружного служения Богу. Я помню, когда-то брат Вашкевич запомнил, он говорил, он говорит, встанет, молится, плачет, Господи, я прах и пепел, говорит, по форму тронет этот прах и пепел, глаза позасыпают, не выковыриваешь за целый день, а ты прах и пепел. Вот разница. Прах и пепел снаружи, а внутри, там далеко, там вулкан целый действует. Чуть что, как сыполет этим пеплом, как из жерла. пожалуйста, плоть. Да, я, допустим, должен сказать, делать исключение, иногда бывает как-то искушение снаружи подступает, иногда бывает нечто то выбивает из колеи, хотя этого не должно, это другой вопрос, но когда это постоянно вот так, значит, служение плоти, и Павел тогда сказал, берите обрезание, он имел ввиду и конкретное обрезание, что его не надо, но когда посмотреть более глубоко, он имел ввиду, что плотское служение, служение плоти Богу не надо, ибо рожденные от плоти есть что? Плоть. А рожденные от духа что есть? Дух. И говорит, немышные, духовные, сильнее плотского, сильного. Поэтому пусть Господь нас был оставить и поможет нам правильно понимать эти вещи. Кого-то вы проверить не сможете. Я это тоже мысли однажды подчеркивал, а себя можете. Каждый день с самого утра и даже сегодня, и даже в собрании здесь. Слушайте, бунтуется внутри что-то, но делается вид, что нормально и улыбается. Значит, служение плоти. если это нормально и снутри и снаружи, нормально, хорошо. Поэтому все очень просто. Мы иногда приходим молиться, Господи, проверь меня, скажи, кто я есть, я не говорю, что того не надо. Я и сам люблю молиться, потому что я знаю, что не все можешь видеть, не все можешь рассмотреть так, как надо. Но в общем-то я могу вспомнить, о чем я больше всего сегодня думал днем. Могу. Вы можете вспомнить сегодня с самого утра, чем больше голова была занята? Можете. И можете сказать, какие есть духовные или плотские. Все просто. Потому что обрезание мы служащее Богу духом и хваляшееся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Четвертый стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Это Павел говорит. И вот когда он говорит эти слова, то видно, насколько глубоко он разницу видел. Он понимал все свои преимущества, как еврея. И он перечисляет их. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. И почему это говорит? Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, Калина Вениаминова, евреи от евреев. Вот даже в родословной не было язычник, не было нигде. Евреи от евреев. Уже если по плоти хвалиться, то говорит, уже вы рядом со мной не станете. У меня никаких недостатков по плоти нет. Обрезанный в восьмой день, то есть по закону то, что положено, из рода Израилева, Калина Вениаминова, еврей от еврею, по учению хорящей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. И он говорил Павел о себе, что настолько тщательно исполнял все постановления и законы, был неумерен равнитель моих отеческих преданий. И он дальше продолжает. По ревности гонитель церкви Божией. Вот вы знаете, что Гамалиил это тоже был законоучитель. Напомните, что он сказал? Он не участвовал в гонении церкви Божьей. Он сказал, оставьте их. Если это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете его разрушить. Берегите, чтобы вам не казаться богопротивниками. Это был фаришей Гамалиил, законоучитель. Он не был гонитель церкви Божьей. А уже в церковь Божью гнать. Вы знаете, на земле это самая ценнейшая организация, если можно так сказать сегодня, в глазах Божьих людей. И люди даже поднимают руку против церкви. Это уже крайняя степень. Или ожесточение, или невежество. Вы сами хорошо понимаете, вы уже давно верующие люди. Вас никогда не было желания навредить кому-то, правда? Если что-то где-то нечаянно сказали, но тут было нежелание, и вам будут пытаться убедить вас, что вы самые негодные люди. Вы, так сказать, не нужны обществу. Это когда-то где-то там кто-то из братьев по интернету на сайт написал такое, значит, и зачем вы нам нужны? Что вы хотя бы сделали доброго для народа белорусского? Ну, написали на конкретную церковь. То есть, сказали, что с вами просто вывезьте вас куда-то, да и все. Ну, наверное, кто-то, но не совсем такой разумный. Разумные люди иногда и не высказывают даже то, что есть. Но так люди, я помню, когда-то мне сказали, когда Брежнев умер, то сказали, ну вот, вас уже просвитер умер, мы скоро вашей кровью будем заборы мазать. Ну, да, договорили-то, ну, совсем по-другому получилось, что-то пошло совсем по-другому, не так, как думали. Но у людей есть такое желание, они не понимают нас совершенно. Тогда кто-то из братьев должен был написать туда, на этот адрес, на сайт, вот 240 тонн гуманитарки, что-то, что-то, чтобы не совсем уже думали, что ничего не делает никто. И при всем этом, что действительно, христиане всегда расположены и к народу, и к государству по ревности, и в то время, что никто не с христианами думал делать дело иудеям плохое. Но настолько была ревность и глупость, был гонителем церкви Божьей. По сути дела, самых лучших людей безвредных. И Павел это говорит, да что ж вы хвалитесь по плоти? Уже если хвалиться, то говорит, я буду хвалиться, и вы у меня недостатка не найдете. И перечисляет его. И даже говорит, по ревности я гонитель церкви Божьей, а по правде законные не поручены. Но когда он узнал, что делает Христос, что он дает, какие ценности предлагает церковь, он сказал, я от чего-то отказался. Я понял, что ну... Как ссор для мира. Я и все почитаю за ссор. Понимаете, для еврея. Что это значило? Отказаться от еврейства. Вы помните, Писание говорит так, что многие, во всяком случае, немало было таких людей, которые разглядели во Христе Мессию, но не исповедовали, потому что боялись быть отлученными от синагоги. Вот чего боялись. Для еврея это было непросто быть отлученными от синагоги. Это же отверженность общества. Все, ты не наш. Особенно, если Христа принял. До сегодняшнего дня. Не у всех, конечно, но сегодня не так. И Павел говорит, когда увидел то, что Христос дает, перемену, все богатства будущего, он сказал, я все-то почитаю за ссор, это стало ничто. Произошла переоценка ценностей. Почему сегодня у нас нет такого успеха, какой был апостол Павла? Потому что не произошла вот такая переоценка ценностей в нашей голове. у него произошла. Вот то, что было великим, он говорит, когда я поверил, что Христос дает, я понял, что это мусор по сравнению с тем, что Христос дает. К сожалению, у нас не всегда все так происходит быстро. Переоценка ценностей. И я думаю, прежде, чем Бог ставит на более высокий уровень, я имею в виду духовный, оно сопровождается переоценкой ценностей определенных. Иначе духовного роста не будет. Вот наши мысли плотские, материальные, материальная заинтересованность и так далее, она мешает людям подниматься. «Но что для меня было преимущество, то ради Христа я пошел тщатою, да и все почитаю тщатою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа». Вот смотрите, насколько все четко и ясно расписано. чтобы приобресть Христа, то мирское и греховное надо почитать за что? За ссор, иначе не получится. Мы хотим и то, и другое. Вспоминаю то же самое у Вашкевича очень часто. Говорит, мы поем, я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра, а живем, я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства и спасения добра. Матфея 5 глава 19 стих. Но постараюсь, что есть немножко время, уже буду кончать. «Кто нарушит одну из малейших сих очков нет, плохо читаю, и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном, а кто исполнит, тот великим начаться в царстве небесном, будут ли малейшие и великие в царстве небесном? И как нарушитель церковь попал? Ну, вообще-то хороший вопрос, очень хороший. Во-первых, конечно, будут. Будут. Возьмите хотя бы один из примеров. Я еще один не знаю вообще-то, что это значит на полную глубину. Вот эти 144 тысячи искупленных земли, которые девственниками названы. И помните, они следуют за Сына Божьим, куда бы он ни пошел, и поют песни. И никто из живущих на небе не мог научиться сей песне, кроме сих 144. Вот они могли. У них, наверное, более тонкий слух был, наверное, более задатки были определенные. Вы меня понимаете, о чем я сказал? Если Писание говорит, малейший, конечно, наверное, я никогда не сравняюсь с апостолом Павлом, никогда не сравняюсь с Петром. У меня будет свое место, не знаю какое. Будут те, которые будут сидеть по правую и по левую сторону. Помните, Христос сказал, кому уготовано Отцом Моим. В отношении жизни вечной все получат одинаково. А возраст духовный будет разный. Это естественно. Награда за труд будет разная. Писание так говорит, каждому будет награда по его труду. И не может быть, чтобы разбойник, который покаялся на кресте и вошел во спасение с апостолом Павлом, который где-то 30-35 лет шел или даже больше и работал. Конечно. Вы меня понимаете хорошо. Так написано. Награда по труду, спасение дается всем, слава будет разная, венцы разные будут. А как малейшие заповеди? А пятая глава Иван Глеб Матвея, шестая, седьмая, восьмая. Это малейшие заповеди. А как попал человек туда? Через кровь Христа. Через кровь Христа. И вы чего не видите в жизни? Что мы по духовному возрасту очень разные. Только что покаявший человек. Вы с него не спросите то, что с того, который 30 лет верующий. Хотя иногда бывает наоборот. Есть духовный возраст. И об этом Писании говорит. Пишу вам юноши, вы сильны победили лукавого. Пишу вам отцы, вы познали безначального. Помните? Пишу вам дети, потому что вы знаете только одно, что вам прошены грехи. А все остальное для вас еще темный лес. И что надо будет расти, познавать еще что-то. Вы поняли меня? А дети, они знают, что им грехи проще, но все. А юноши, они уже победили лукавого. А отцы познали безначального, то люди водимые духом святым. И это не говорит о возрасте челесном. Можно быть старцем 90-летним и ребенком духовных вопросов, который не может ориентироваться на самых простых вопросах. Поэтому конечно. Но духовный возраст имеет значение. значит есть люди, которые всю свою жизнь только и делали, что падали и каялись. И Бог прощал и принимал. И через покаяние, через скорбь Христа Он войдет в вечность. А награда за труд какая? Возраст какой? Ребенком остался. Знаешь, что мы прошим грехи. Поэтому мы спасаемся кровью Христа. И эти люди попадут туда через то, что они хотя делали, но каялись, просили прощение, и Бог простил. Но духовного возраста у них не было. Они ели, 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 ели. А кто-то, ну ладно, этот пример я не буду проводить, потому что кого-то из вас он смутит этот пример. поэтому Писание говорит, я когда-то говорил об этом, беззаконие прощены, грехи покрыты. И вот то, что мы сегодня называем, я помню, я говорил вам в прошлый раз, значит, служение освобождение, то библейский термин освящение. Вопрос освящения. Покаяние происходит мгновенно, когда мы просили прощение у Господа, Бог просил, уничтожил грехи. А освящение будет продолжаться столько, сколько мы будем жить. Начало раздражения будут удалять, потом будут удалять страх, потом еще что-то. Вы знаете, что в вашей жизни постепенно что-то обнаружилось. Если Бог показал вам, какие вы есть в самом начале, вы сдались бы сразу, не пошли бы и сказали, ничего из меня не получится. Вы и так не раз говорили, что какая польза, уже столько лет прошло, а я тоже сам, потом раз, что-то менялось. Так вот, освящение это вот те грехи корни, которые Бог выдирает. И Он хочет, чтобы к вечности через то, что мы стоим на пути освящения, чтобы эти корни все повыдирать. Но некоторые их не выдирают, они борются с ними, они не проявляются в жизни, но они существуют в них. Кровь Христа покрывает. Помните, я вам говорил, вот грехи, похоти, не все они видны, но когда они не проявляются в жизни, грех красный, написано в Библии пророк Исаии, в Яремии есть. И кровь красная, и Бог смотрит на человека через кровь Христа, и как бы не видит греха, но он есть на самом деле. Только люди, которые стоят на пути освящения, они повыдирают эти корни, а которые не стоят, духовного возраста не будет. Через кровь Христа она покрывает и войдет в вечность, а возраста духовного не будет того, что надо. И будут большие, и будут меньшие. Поняли меня? Или не совсем? Если не совсем поняли, когда мы придем на следующий разбор, вы опять поднимите этот вопрос, я еще раз повторю. А сегодня пусть Бог нас благословит, чтобы мы в действительности могли войти в это спасение. Аминь.